Много веков назад гражданские войны разоряли феодальную Японию. Соперничающие кланы сражались друг с другом за землю и власть. Именно тогда легендарный Сигун Ода из клана Набунага захватил власть с целью объединить всю Японию и управлять ей. Темная жрица Юкай вручила ему священный камень, называемый Джибуцу, который был сотворен в древнем пламени Фудзи. Камень мог призвать разрушительные силы из-за гробного царства. Тот, кто обладал им, становился богом смертных. Один за другим враги Оды склонились перед ним. Но он жаждал большей власти. Это его погубило. Под руководством жрицы Юкай он совершил жертвенный ритуал, призванный освободить силу камня. Известную как Шикара. Некоторые силы не подвластны контролю человека. Они слишком мощные, их нельзя использовать. Ода верил, что Шикара дарует ему бессмертие. Но она принесла смерть и разрушение. Джибуцу был потерян и веками хранил свою силу, ожидая нового хозяина. Синитал Филмс представляет Машина судного дня В ролях Корин Немек Майкл Хаттон Мэри Кристина Браун Джон Мак Ник Валилонга Хосе Росете Джессика Уберуага И Роберт Керадин Майкл Хаттон Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Снимешь с меня наручники? Киото, Япония Кана Время пришло Камень проснулся Ты рождена для этого Для этого ты училась Я не готова Справишься Никто не знает о тебе И твоей миссии Понимаешь? Это зло? Власть – это власть Ода был одержим властью Она свела его с ума Решать нам Мы – хранители камня Это твоя миссия И твоя судьба Через неделю Чайна Таун, Сан-Франциско О, черт Серьезно? Больше не пойду с тобой на облавы Зря я приехал в Сан-Франциско Ты еще на своей машине Я не оперативник Судя по стрижке, ты точно не опер Ты страховой агент Я все равно похож на опера У меня классные очки Крутая тачка Для чего мне это? Для работы Хожу по лезвию бритвы Сколько их там? Я тут обнажаю свои чувства Еле дышу вообще А ты об облаве? Что еще? Что еще? В конторе ты нравишься только мне Шеф поручил мне присматривать за тобой После того, как ты облажался в деле Пакома Операция Пакома прошла успешно Хотя многие погибли ФБР теперь не любит, когда мы стреляем Не любит судебные иски Сейчас не 80-е Ты можешь признать, что моя задница в опасности? Твоя задница в опасности Спасибо Это было сложно? Он кривляется Ладно, говорим только о деле Хорошо Там внутри пять целей И к тому же Один из них — твой информатор из Якудзи Я понял Удачи Возьми их О нет Ты со мной Вперед Нет, нет, нет Я разведчик Работу выполнил Сходил, разведал, сообщил количество Буду сидеть в машине со своей стрижкой Нет, ты снимешь очки, выйдешь из машины и прикроешь меня Пошли Я не оперативник Просто Пригнись и не шуми Может вызовем подмогу? У нас нет времени Господи Эта хрень меня напугала Пластик Я сказал не шуметь, понимаешь? Боже Господи, у них куча оружия Этого я не видел Слушай меня Они не знают, сколько нас Пусть думают, что сотня Поэтому Ты нужен мне, чтобы пригрыть меня и напугать их Сможешь напугать? Хорошо Думаешь, не смогу? Нет Я тебя прикрою и умру Быстрее, грузите Что это? Неважно Грузовик Стоять, ФБР Бегите Кого еще пристрелить? Бросить оружие на пол, быстро Бросай Опустить оружие Вниз Да, он мертв Он мертв Отлично Эй, ты, иди со мной Мне нужны ответы Живо Давай Вперед Коул, ты не знаешь, с чем связался Правда? Ты торгуешь оружием в Чайна Тауне? Не хочешь рассказать, что ты делаешь на черном рынке Сан-Франциско, когда должна загорать в Лос-Анджелесе? Это не оружие, клянусь Босс велел найти одну вещь Да? Она в ящике? Что за вещь? Не знаю, какой-то камень Драгоценный? Какой-то древний японский камень Чушь собачья Эй, Мак, ты... Мак! Они быстрые Какого черта? Господи Стоять! Не двигаться! Бросай! Быстро! Забери это! Поставь ящик, леди На землю! Опусти! Что это? Что происходит? Что происходит? Берегитесь! Уходим Не бойся Камень знает, что делает Он нас не тронет Он нас не начал Камень знает, что следует Ну и – Уходим После Камень знает, что СИНГАПУР Мы прерываем нашу программу. Спасательные работы продолжаются. Полиция ищет выживших. Никто не может сказать, что произошло. Неясно, что привело к разрушению. Я видел молнии, слышал гром, земля разверзлась. Я услышала громкий взрыв. Это было ужасно. Я вышла на улицу и увидела дым. Словно опять началась война. Дети были в комнате, а я выбежала из дома посмотреть, что происходит. Было очень страшно. Я такого никогда не видел. Мистер Бейерт, вам звонят. Спасибо. Аликс, любовь моя, я в пути. Когда увидимся? Вечером. Розетти встретит тебя у автострады. Поменяешь машину, поедешь с ним. Нам не нужна охрана. Что ж, вам нужны пешки и отвлекающий манёвр. Увидимся в Лос-Анджелесе и покажем миру настоящую власть. Мой господин, они будут дрожать от страха. Самолёт готов, сэр. Пошли. Да. Привет. Ты цел? Да. Порядок. Где Коул? В машине, говорит с женой. Число погибших уже более сотни. Боже. Здесь полный хаос. Есть информация. Мы ищем чёрный внедорожник. Скорее возвращайтесь. Пенья созвал совещание. Вернёмся через пару часов. Выезжаем. Эй, Мак. Да. Рады, что ты цел. Сам рад. До встречи. Мне звонили из Нью-Йорка. В Вашингтон, Чикаго. Простите, сэр. К делу. Есть записи с камер наблюдения. Этот человек вчера в три часа выехал из Чайна Тауна. На чёрном внедорожнике, без номеров. При нём был какой-то антикварный ящик. Всё хорошо? Да. Мы никогда не видели такой атаки. Мы не нашли ни химических остатков, ни радиоактивных, ни частей ракет, ни осколков бомб. Но не сам Господь спустился с небес, чтобы обрушить огонь на нечестивых жителей Сан-Франциско. Надо найти виновника. Почему мы ищем воришек и женщин? Потому что ходят слухи, что на чёрном рынке они искали вот это. Сэр, при чём тут азиатская община? Спросите у этих двух чудиков. Ну, сэр, как вы сказали, Кана – шестёрка якудзи, которая плетёт небылицы о своей родине. Да, она простая японка, а они там вроде все суеверные. Я тоже. Да, я суеверный человек. Особенно, когда организованные преступные группы ищут загадочное оружие. Камень, реликвия, хрустальный череп, мне без разницы. В тот момент, когда этот мужчина и эта женщина вышли со склада с этим ящиком – бум! От Сан-Франциско остались руины. Так что ты прав. Я во всё готов поверить. Пока кто-нибудь с доказательствами из реального мира не убедит меня в обратном. Теперь идите. Найдите виновного и сделайте это быстро. Мне плевать, кто это. Хоть Санта-Клаус, который бросал бомбы из своих саней. Свободны. Что ж. Что там случилось? Ну, не я затеял эту перестрелку. Это было случайно. Прикроешь меня, панда? Вы можете забыть школьные глички? Мы ФБР. Он прав. Он не оперативник. Пока нет. Но когда подстрижётся, станет. Ладно, ребята, шеф не шутит. Все обычные подозреваемые – Аль-Каида, русские, Северная Корея – здесь вообще ни при чём. И твоя девчонка – единственный ключ к разгадке тайны. Нужно больше информации. Где Кана? Сидит в камере. Идём поговорим с ней. Идём. После вас. Что за чёрт? Я арестована или нет? Никто не зачитал мои права. Я два года сливала тебе компромат, Коул. Знаешь, что со мной могли сделать? Кана, это ты к нам пришла? Не мы к тебе. Тебе нужна была защита. Ты знаешь, кто ты? О чём ты говоришь? Вот. Ты родилась в Резеде, в хорошей семье. Ходила в частную школу в Долине. Играла в волейбол. Как волейболистка стала киллером Якудзи. Это нелогично. Никаких предпосылок. Как ты в это вписалась? Кто ты такая? Думаешь, это связано с Якудзой? Я думаю, что ты хорошая девочка, которая связалась с плохими парнями. А сейчас ты крепко влипла. Но можешь выбраться. Если сделаешь всё правильно. Здесь и сейчас. Давай, расскажи мне правду. Что это за штука? Кто её создал? Это русские? Китайцы? Это что? Новое оружие? Ничего подобного. Ему плевать на китайцев, американцев, на высокие технологии, на ядерные, на химические. Он старый. Очень старый. Ты опять снесёшь чушь про волшебный камень. Я уйду. А тебя надолго посадят за решётку. Я не вру, мать твою. Он в это верит. Кто он? Кто он? На него работают все боссы. Это мировой синдикат. Ясно. Я ухожу. Иди. Но я говорю правду. Он платит миллиарды. А ведьма его прикрывает. Ведьма. Теперь у нас есть ведьма и волшебный камень. А где дорога из жёлтого кирпича и мигуны? Я должен верить в колдовство? Она была в Сан-Франциско. Женщина. А он помешан на культе. Он знает, что есть силы за пределами нашего понимания, которыми можно управлять. Пострадает не только Сан-Франциско. Он хочет ужаснуть мир. Откуда ты знаешь? И кто он? Скажи мне его имя, Кана. Назови его имя! Александр Бейерт. Что? Александр Бейерт. Техномагнат. То есть за этим стоит глава корпорации Найт. Самый большой IT-компаний на планете Земля. Правильно? Наедешь на него и попадёшь в мир, из которого не вернёшься. Ты не готов, Коул. Не готов поверить. Мне не нужно верить, Кана. Мне нужно его остановить. Спасибо тебе. Коул, да, чипсы? Нет. Ты отпустил Кану? Она полезнее нам на свободе. А что с камнем? А что с ним? Ну, вся эта чушь, о которой она говорит, правда? Нет. Слушай, забудь про Кану. Сейчас нужно найти эту женщину и организацию, с которой она связана. Я об этом не знаю. Дай хоть штучку. Не в этот раз. Вообще-то, я всё отдам шефу. Шеф, как дела? А у тебя? Это вам. Спасибо. Коул. Ты засранец. Знаю. Вот. Это они. Я отнесу пенье. Хорошо. Директор. Что, агент Баск? Мы нашли внедорожник. Едет на юг. Я отправила координаты Коулу и Маку. Хорошо. Берись за дело. Мы возьмём её. Обещаю. Я всё сделаю. Знаю. Работайте. Пусть с другим городом ничего не случится. Приступай. Есть. Кто за ними следит? Сара по координатам со спутника и дорожным камерам. Чёрный внедорожник направляется строго на юг. Значит, мы одни. Как я люблю. Мы найдём их, проследим, вызовем подкрепление. И всё. Понял. Держимся на расстоянии. Короче, нефиг делать. Нефиг делать. Больше так не говори. Вечно придираешься к словам. Это ужасно. Это выражение. Нефиг делать. Так говорят подростки. Позор. Народ в конторе считает, что это круто. Народ в конторе? Они ржут у тебя за спиной, когда ты не видишь. Нет. Они зовут меня пить кофе. Или сами приносят мне кофе. Погоди. Что значит приносят тебе кофе? Это ты приносишь всем кофе. Они всегда меня просят. Просят за ним сбегать. Но я не всегда плачу. Хорошо. Это радует. Винчестер, Калифорния. Вот она. Обнимешь старого друга? Вот кем ты стал. Ты знаешь, я верен тем, кто платит. Боссу нужна шкатулка. Он позвонил, заплатил. И я здесь. Он нашел ее, да? Что именно? Что именно? Как что? Ту штуку, ради которой мы здесь собрались. Он хотел, чтобы ты сопровождал меня в Лос-Анджелес. Слушай, это здорово. Но поездка не стоит полмиллиона долларов. Без обид. Садитесь в машину. От внедорожника мы избавимся. Его уже выследили. Копы и федералы на хвосте. Вон они, тормози. Нет, вызовем подмогу. Черт, С-2, тормози. Тормози! Черт, Коул! Слушай, по старой дружбе. Скажи, что в ящике? Тебе лучше не знать. Да, но хочется. Они здесь. Ты о ком? Будь начеку. Ты спятил! ФБ! Федералы! Убейте их! Прикрой меня! Живее! Давай! Бросьте оружие! Вызываю подмогу! Чувак, она опять это делает! Надо уходить! Бежим к «Шевроле». Давай! Давай! Спокойно, ФБР! Ключи, ключи, ключи! Быстрее! Это машина моей мамы! Что это? Выключи музыку! В чем дело? Выключи! Как? Она подключена к телефону! Не знаю, где он! О боже! Смотри! Что это? Выключи! Я не знаю как! Не знаю, что делать! Выпустите! Чёрт коу! Выпустите! 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 Вы меня отвлекаете! Сделайте что-нибудь! Ты должна успокоиться! Успокойся! Мак, сам успокойся! Ты прав! Извини! Плохо получилось! Ладно, мы в безопасности! Моя машина цела? Нет! Может быть! Надо вернуться! Ребята! Я нашла телефон! Отлично! Сделаем селфи! Да, конечно! Улыбочка! Да! Мы можем ехать! Прости, детка! Я возьму это! Ты не знаешь, что ты делаешь! Я представляю! Знаешь, поговори с боссом! Мы пойдём на сделку! В следующий раз зайди домой! Мне нужно знать, как ты! Я знаю, знаю! Извини, милая, простая! Мы будем заниматься этим круглые сутки! Сложное дело! Мы должны найти одну вещь, пока не слишком поздно! Чёрт! Что это было? Всё хорошо! 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 Скажу детям, что ты придёшь вечером! Только приди домой, ладно? Приду! Кол слушает! Это Макс! Для тебя есть информация! В центре, в восемь! Хорошо! Буду! Эй! Я тебя люблю! Я тебя тоже! Иди! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло! Александру нужна информация! Камень у Розетти! Вы не пострадали? Нет, всё в порядке! Еду назад! Федералы нашли нас! Розетти будет требовать больше денег! Но это не важно! Главное – вернуть камень! Я сообщу Александру! Привет, Луиджи! Что у тебя, друг? Это Розетти, бабуля! Я играю! Знаешь, на итальянском… Знаю, и это не смешно! Ты знаешь, зачем я звоню? Да или нет? Да! Расслабься, малыш! Где встретимся? Деньги есть? Ты бы не звонил, если бы их не было! Ладно! Приезжай ко мне! Встретимся! Ненавижу эту русскую! Но она суперсекси! Суперсекси! Да! А, Луиджи! Вот и она! Посмотрите на неё, посмотрите! Похоже на русскую балерину! Обожаю его, обожаю! Иди сюда! Смешной парень! Смешной! Красавица! Прелесть! Ладно, займёмся делом! Спокойно! У нас есть время! У нас есть деньги! Я спокоен! Приступим! Покажи камень! Он в ящике! Нам надо увидеть! А мне нужны деньги! Ну чё, Жень? Ты хочешь, чтобы я убил этих итальянцев ублюдков, что ли? Эй! Говори по-английски! Нет, брат! Ребята! Это что? Перестань! Ты шутишь? Шутишь или что? Правда? Я люблю тебя! Ты это сделаешь? Эй! Не двигаться! Положи ящик! Даже не пытайся! Ты не знаешь, что это! Не открывай ящик! Не открывай ящик! Бери ящик! Лука, скорее, давай! Бери его! Пошли! Что ж... Да, это было глупо. Набери Александра Бэйрда. Содовая, безо льда. Давай на этот раз все поменяем. Возьму двойной виски. Точно хочешь выпить? Знаю, что на работе нельзя, но сегодня необычные обстоятельства, если ты меня понимаешь. Что за намеки? Пора вывозить семью из города? Налей двойной виски и считай, что ответ – да. Пора. Эй, Макс! Я думал, ты придешь один. Как обычно. Парни могут забрать меня. Никто не знает, что я здесь. Открою тайну. На этом этапе ничего нет. Так вышло. Зачем помощь Макса? Потому что только Макс знает, что происходит? У нас нет зацепок. И мы успели облажаться. Опять. Да, я видел в новостях. Камень у итальянцев. Они хотят денег. И развели парня. Под парнем ты имеешь в виду Александра Берда? Верно. Дело в нем. Что это значит? Это значит, что все отчитываются перед ним. Да брось, Макс. Ты про чушь о мировом господстве. Когда чувак платит миллиард за камень, то все его слушают. Понимаешь? Он заплатит и больше, если ты рискнешь. Например, Розетти. Он рискнул. Он должен был сопровождать подружку Берда в Лос-Анджелес. Но он увидел шанс и рискнул. Теперь хочет разбогатеть. Зачем мне это знать? Потому что Лос-Анджелес – наша территория. И я не позволю, чтобы случилось, как Сан-Франциско и том городке. И если Максу придется договариваться со свиньями, он договорится. Ничего личного, верно? Мы должны думать о себе. И где вы собираетесь встретиться? Ты должен сказать. Так, внимание. Макс рассказал. Правда? Камень у итальянцев. Они хотят выжать больше денег из Берда. И это наш шанс. Если Берд получит камень и нацелится на другой город, тогда конец. Все пропало. Нам крышка. Принцип домино. Вот как это будет. Значит, соберем агентов с плохой репутацией и сорвем этот обмен. Согласен? Где встреча? Восточный Лос-Анджелес. Координаты есть. Хорошо. Беру разрешение у Пеньи и все. Ладно. Но вы двое остаетесь здесь и отсюда руководите операцией. Да, хорошо. Но Коул забыл, что его отстранили два месяца назад после операции Пакома. Операция Пакома прошла успешно, насколько я знаю. Ну да. Но как агент, имеющий право на аресты, назначенный шефом, я заявляю тебе, что мы тоже едем. Бум. Ну что, съел? Нет, не люблю такие шутки. Ладно, но ты останешься в машине. Ясно. А ты постарайся меня не подстрелить. В 22.00. Как его подстрелить? Я не притягиваю пули. Ты не оперативник, обезьянка. Я им стану, увидишь. Ладно, докажи. Ты не права. Не правда. Не возражаешь? Директор Пенья? Конечно, нет. Макс сказал, где ты. Ты католик? Скоро стану. Да. Я был алтарником. Да, я тоже. По воскресеньям. Я мексиканец. В субботу служили испанскую мессу, а в воскресенье обычно. Слушай, я не считаю это слабостью. Что? То, что ты здесь. Это многое о тебе говорит. Ты сидишь здесь и признаешь, что не на все есть ответы. Это хорошо. Слушай, я одобрил эту операцию. У Сары больше полномочий, но главное, ты. Понимаешь? Да, сэр. Недаром штука попалась тебе на глаза. Это знак. Только ты вернешь камень. Я в это верю. Да. Я вас оставлю. Четыре человека, связанные с русской мафией, были найдены мертвыми после взрыва машины в Восточном Голливуде. Дрю Джонсон, репортаж с места событий. Привет. Простите, похоже, я ошибся адресом. Ты, наверное, Коул. Ты меня знаешь? Мы заняты. А Мак здесь? Мак! Пусти его, я иду. Я не знал, что он не один. Он не говорил. Родственница? В гости приехала? Он не говорил обо мне? Дедка, застигни жилет. Малыш. Привет, друг. Тебе надо ехать, не оставляй меня. У меня хорошее предчувствие. Останься. Хочу американское кино. Знаю. Слушай, это мой долг. Грядет конец света, а я агент ФБР. Ты всегда уходишь. Не хочу быть одна. Я понял. Сколько он заплатил за розыгрыш? Ты его соседка? Простите. Послушай меня. Ты будешь его беречь. Так это не розыгрыш? Детка, прошу. Ты придурок. Останься со мной. Слушай, Жаклина. Не хочешь остаться? Очень хочу. Ты прекрасна. Милый. Как еда на халяву. Только вместо еды радость и счастье. Хватит, Мак. Прошу. Дай мне 15 минут. Да, Мак. Нам пора. Живей, Мак. Да, да, иду. Ладно. Ладно. Хорошо. Иди. Пора. Будь осторожен. Не подведи меня. Не подведу. Поймай их. Я убью кого-нибудь. Да. Нет, не надо. Ладно. Погнали. Что? Сам знаешь. Нет. Кто этот чёрт? Жаклина? Да, кто такая Жаклина? Моя подруга. У меня тысяча друзей, но таких нет. Я рассказывал о ней. Нет, не рассказывал. Да, у меня живёт подруга. Ты не говорил про сексуальную модель с Украины. Во-первых, она из Сербии. Какая разница? Между Сербией и Украиной огромная разница. Сербия поставляет миру 30% малины. Ты ведёшь себя глупо. Что? Стоп. Что глупого? Продолжение следует. Ладно. Хорошо. Поехали спасать город. Придурок. Я не придурок. Итак, Коул, ты хотел крутых парней из конторы. Вот. Рокки Санчес, знакомый по операции Пакома. Пакома прошла успешно. Это агент Романо и моя приятельница Ирландка, агент Маккензи. Это будет реальная облава или сказочная хрень? И то, и другое. Слушай, нам нужно знать одно. Где они? Бах-бах. Плохие убиты. Мир спасён. Он мне нравится. Ладно, план такой. Итальянцы пойдут на сделку, мы вмешаемся. Как только вы увидите приз, сообщайте мне, я его забираю, и мы быстро оттуда сваливаем. Ясно? Ясно. Парни, никому не умирать, ясно? Не хочу писать отчёты. Ладно, чувак. Я не знал, что она твоя кузина. И я теперь оперативник. Так, включаю. Получаю картинки с тепловизора и спутника. Коул, приём. Да, слышу. Агент Макклей? Да, да, слышу. Агент Баск, сообщите, когда появится объект. Поняла. Эй, Коул. Да. Постарайся не облажаться. Серьёзно? Серьёзно. Я был в бою всего раз в жизни. В шестом классе, против Томми Дорисона. Его звали как боксёра. Томми Дорисон – бейсболист, а не боксёр. Соберись. Несите сундук, они будут здесь через минуту. Оглохли. Несите сундук. Отдадим его, а дальше – их проблемы. Заплатят нам, семье. И мы тут же свалим отсюда, ясно? Началось, началось. Движуха, ребята. С востока люди Бейрда, с запада мафия. Все вооружены, будьте начеку. Ладно. Давайте, где деньги? Спокойно, сэр. Наш босс хочет отблагодарить вас за заботу о его собственности. Что? Ваши отпечатки. О чём вы? Нужно подтвердить вашу личность. Надеюсь, вас это не затруднит. Держи. Осторожно. Долго это продлится? Глушу их телефоны. Ни входящих, ни исходящих. По местам? Отсканировали? Отсканировали? Ладно, всё. Дальше отвечаете вы. Отнесите ему и скажите, что это просто бизнес. Ладно? Так, сеть не работает, Коул. Даю зелёный свет. Повторяю ящик у людей Бейрда. Стоять! ФБР! На землю! Бросайте оружие! Бросайте мечи! На землю, Розетти! Живо! Ты издеваешься? Ложись на землю! Эй, агент, знаешь, сколько стоит мой костюм? Я не лягу на землю. Арестуй меня красивым. Будет кровь, Розетти! На землю! Быстро! Спокойно! Взяли? Да, мэм. Пора ехать. Нет питания. Система вырубилась. Что за чёрт? Агент Беннетт, Коул. Мак, вы слышите? Система не работает. Нулевая видимость. Осторожно! Приготовьтесь! Ты где? Я ничего не вижу. Ничего не видно. Мак, это мобильный блок. Система отключена. Иду к вам. Что это было? Я знаю, где они. Что ты здесь делаешь? Стоять! Не двигаться! Эй! Кана! Я вам не враг. Если не враг, то тебе придётся многое объяснить. Подожди. Я неaal SUCAPS. Не верь. Я не верь. Я не верь. Это мобильный блок. Почти тысячу лет рыцари Бейрда искали по всей земле один священный камень – джибуцу, рожденный в огне горы Фудзи, украденный первым сёгуном с одной целью – получить безраздельную власть над Японией. Сегодня ваш господин исполнит пророчество, высеченное на священном камне, и станет новым сёгуном, новым лидером Запада. Как волшебный меч выбирает хозяина, так выберет и камень. Ронин Значит, камень попал в руки Александра Бейрда. Ого. Нам опять надрали задницу. Там были ниндзя. Заткнись! Коу? Есть мысли, как исправить провал? Наверное, вам нужно спросить её. Она притворялась одной из них. Ладно, Кана, или как тебя там? Давай, просвети нас. Вы не готовы. Проверь. Есть древняя японская легенда. Так, я пошёл. Коул, сядь! Мы будем сидеть и слушать эту чушь? Да, будем. Включите телевизор. Что? Включите. Он на каждом канале. Ладно, включайте. Вы видели, что может случиться. Сан-Франциско, Винчестер. Это малая часть силы камня. Руководство ваших стран никогда не расскажет об этом, но я здесь и сейчас. Я заявляю, что эти разрушения – дело моих рук. И чтобы развеять сомнения ваших лидеров, я покажу вам ещё кое-что, чтобы вы, наконец, поверили. Продолжение следует... Эти разрушения уравновесят многолетнее злоупотребление властью. Вы не знаете настоящей власти. Я покажу её вам. Поведу вас к Новому Западу, к новой династии. Скоро каждая страна на Земле признает меня верховным правителем. Откажетесь принять меня, и то, что вы видели, померкнет в сравнении с тем, что я с вами сделаю. Итак, всё начинается. Дамы и господа, я не совсем понимаю, что мы только что видели. Предполагаю, что это дело рук какого-то сумасшедшего. Хватит, выключай! Ты ещё не готов, Коул. Никто из нас не вернётся. Ладно, Кана, мы готовы тебя выслушать. Пора. Много веков назад злой Сигун разрушил японскую деревню. Его звали Ода Набунага, и он нашёл камень, который сейчас у Александра Бейрда. Джибуцу вызывает силы из потустороннего мира. С ним Ода был непобедим. Он захватил Японию. Но ему было мало. Жрица научила его, как вызвать силу, известную как Шикара. Ода верил, что с помощью силы Шикара он сможет захватить Землю. Но сила Шикары способна только на одно – полное разрушение. Ты хочешь сказать, что мы имеем дело со злом? Нет. Камень – это власть. Дух. Жизненная сила. Ему нужен сильный человек, чтобы подчинить его и дать ему цель. И как его остановить? Никак. Как я сказала, эти силы из другого мира. А его жрица – женщина. Ты имеешь в виду ведьму? Она умеет читать знаки. Знает, как направить силу в нужное место. Они с Бейрдом попытаются вызвать Шикару. Как это работает? Какая разница, как это работает? Главное, что это работает. Если этот псих решит это сделать, нам всем конец. Вот вам и всё объяснение. Надо проникнуть в здание Бейрда и забрать камень. Знаешь, как туда попасть? Да. Ладно. Доложу, Вашингтон – это ещё не конец. Конец наступит, когда умрёт либо Александр Бейрд, либо мы все. Сначала напали на Сан-Франциско, затем на городок в пустыне. Теперь атаки подверглись правительственные здания в центре Лос-Анджелеса. Мир наблюдает и в панике задаётся вопросом, куда мистер Бейрд направит удар. Он просто хотел ещё раз попрощаться с семьёй. На всякий случай. Я его не виню. Папа, мы в безопасности. Вы поймали плохих парней? Ещё нет, но поймаем. Мы всегда их ловим. Не волнуйся об этом. Лучше думай, как запомнить эти ужасно трудные слова и эти смешные выражения. Малышка, что ты рисуешь? Которога. Которога? Милые дети. Да. Вот так выглядит семья. Ты хочешь завести семью? Я хочу почувствовать эту... ...связь. А иначе... ...за что мы сражаемся? Согласна. Джесси, возьми сестру и поиграйте на улице. Давай, детка, пошли. Мне понравился Которог. Спасибо, папа. Как называлось то место, куда я возил тебя в старших классах, когда украл грузовик твоего отца? Что? Коул, о чём ты? Помнишь, что место наверху? Коул, мы с тобой поднялись туда. Не помню название. Оук Глен. Оук Глен. Почему ты вспомнил? Точно. Оук Глен. Мы были так молоды. Коул. Коул, поговори со мной. Я, правда, не знаю, что об этом сказать. Не знаю, как всё будет. Ясно. Я всегда говорил о таких вещах. Всё плохо. Я хочу, чтобы ты взяла детей и уехал из города на пару дней в Санта-Фе к родителям. Куда угодно. Ты видел, что было в Сан-Франциско. Ты должен поехать с нами. Всё случится здесь? Не знаю, где это случится, но, возможно, мы можем это предотвратить. Надо попробовать. Кто это? Пенья. Коул! Нет. Звонит Пенья. Нам пора. Нет. Я люблю тебя. Возьми себя в руки. Я вернусь. Ясно? Бери девочек и уезжай. Вы готовы, господин? Ещё кое-что. Что ты видела? Я читала заклинания несколько раз. И каждый раз вижу одно и то же. Одно видение. Видение? У вас будет соперник, господин. Спецназ нам не страшен, любовь моя. У нас есть джибутсу. Ни у кого нет такой силы. Это не солдат, господин. Это Ронин. Ронин? Господин. Господин. Говори. Скажи мне, что ты видела. Господин. Что ты видела? Рассказывай. Вас. С мечом. А потом Набунага. Битва. Набунага. Он победит? Нет, господин. Победите вы. Мне сообщили, что агенты ЦРУ скоро прибудут на точку сбора Дельта. Это будет небольшая операция. Ее проведут шесть человек. Агенты Беннет, Маклей и Баск проведут нас внутрь и выведут из здания. Беннет, ты знаком с протоколом ЦРУ для таких случаев? Конечно, сэр. Да? Ты не спрашиваю. Мы же напарники. А Жаклина? Она просто мой друг. Жаклина? Агент Маклей, есть вопросы? Да, сэр. Я спросил напарника, почему он не поделился военным прошлым с остальной командой. Вы что, женаты? Он должен тебе рассказать обо всем, что с ним было? Это все? Все? Да, сэр. Мы верим, что напарник прикроет твою спину и сделает это как можно лучше. Ты справишься? Да, сэр. Хорошо. Принесите нам камень. Желаю удачи. Ты придурок. Да ладно. Я просто пошутил над боссом. Вы оба придурки. Для нашего господина и хозяина, сэра Александра Бейрда. Ваш джибуцу, господин, вырезанный в храме Рен-Жео самим Буддой, чтобы победить врага и приблизиться к просветлению. Да вы царица Рот Бейрда. Что это значит? Я всю жизнь готовилась к этой минуте. Ты спросил, знаю ли я, кто я? Я Набунага из великого самурайского рода. Мои предки знали, что этот день настанет. И готовили каждое поколение нашего рода к этой битве. Прости, что не была честна с тобой. Но только так мы могли подойти так близко, когда узнали, что камень проснулся. Я сделаю то, ради чего рождена. К чему меня готовили. Спасибо. План такой. Кана заходит с южного входа. Мой отряд с северного. Застрелим Бейрда и заберем камень. На каждом этаже ждет засада. Чертовы ниндзя! Это не ниндзя. Я серьезно, это ниндзя. Они знают кунг-фу. У них мечи и маски. Заткнись, Мак. Простите. Ладно, смотрите в оба, ребята. Добудем камень. Пошли. А ты полна сюрпризов. В битве победят не пули, а мечи. Значит, информатор ФБР и прочее – это все враки? Идем, Мак. Дурачок. Как было в начале, так будет и вновь. Мы чтим мертвых, как прошлых, так и грядущих. Кто желает великой чести умереть от рук нашего господина? Кто желает великой чести умереть от рук нашего господина? Чисто? Сегодня мы отправим миру послание. Мы вызываем шикару. Вскоре все склонятся передо мной, перед новой мировой суперсилой. Субтитры создавал DimaTorzok Так, разделимся. Вы двое со мной, вы двое, Мак и Сара, на восточную лестницу. Встретимся на 21-м. Иди. Ладно, удачи. Меня бесит, что Коул всегда изображает героя-одиночку. Не понимаю, зачем ему команда? Будет повторение операции по кома. Здание рухнет на нас. Камень отвечает вам. Шикара приближается. Скорее, время уходит. Идите. Ты цел, Мак? Да. Хотя меня ранили. Серьезно? Ладно. Их не так много. Займитесь ими. Я поищу камень. Серьезно. Ты цел, Мак! Субтитры сделал DimaTorzok Не трогай Вытащи его Нет Прошу Я не могу Тогда я сам Нет, не надо, не надо Задета артерия Я не истеку кровью, вытащи Я не могу Ладно, я сам Хорошо Лучше ты Я не могу, прости Поцелуй меня Что? Поцелуй, это поможет Вытащил Господи, больно Спасибо тебе Царапина Порядок? Нет Нет? Нет Да ладно Он тебе не принадлежит Нобунага, господин Она самурай Ронин Не может быть Это она Из моего видения Ты бросаешь мне вызов? Камень не причинит вреда Ронину Вот как Бросай ящик Живо Бросай ФБР Вы опоздали Камень Нашёл законного наследника Ещё нет Встань сзади Он нас не тронет Коу! За мной, Сара Готовы? Это Безумное дерьмо Я останусь здесь Я ранен Да Оставайся Ещё эта лестница Зайдём с другой стороны Я Я устал Иди дальше Я к южному входу Ладно Зайдём с другой Остановитесь! Это Не остановить Итак Потомок Нобунаги Вернулся забрать То, на что Имеет право Камень Нашёл хозяина Нашёл Всё кончено Это не кончалось веками, дорогая Я знала твоего предка Я служила Одинобунаги Не может быть Не может быть Одинобунага был великим человеком Это Юкай предала его Испортила Я и есть Юкай Ты бессмертная Камень был потерян Камень был потерян Я обыскала всю землю В этой жизни или в следующей Он найдёт хозяина Руки вверх, Ора! Руки вверх! Нет! Кана! Возьми, возьми камень Давай, я помогу Нет! Всё правильно Я выполнила свой долг Сохрани его А что с ним делать? Ты его хранитель Я не хранитель И мы отсюда выберемся Пока здание не рухнуло Вставай Вперёд! Вперёд! Идём! Не туда, Мак Что? Здание рушится Бежим! Чёрт, точно! Уходим! Всё кончено Да Мы преодолели много ступенек Правда? Да, серьёзно Что? У меня есть приложение Посмотрим Ого! 12 тысяч О, Боже Это много Ты очень крут Оперативник Почти Нет, уже Почти Совсем, я им стал Молодец Оперативный агент И я спас мир Ты обезьянка А ты панда Ладно На то мы порешим Что? Я жду повышения Теперь ты видела Силу камня Мы готовим новое поколение Ты всё сделала Теперь я понимаю Но эти разрушения Эти жертвы Мы всего лишь хранители Мы не владеем камнем Если осмелимся То нарушим клятву Нельзя допустить, чтобы Шикара Попала в злые руки Я отдала камень Хорошему человеку Честному человеку Он помог нам Теперь Шикара Будет спать Но камень Снова придёт В мир И я буду готова Мастер Если Юкай была бессмертна Тогда Ода Откуда вы знаете? Ода Набунага умер Много веков назад Иди домой Выспись Завтра будет новый день И новая битва Это было трудно, сэр Да, точно Страна благодарит тебя Камень невероятно опасен Берегите его Непременно Привет, жене Да Ладно Пока Пока Удачи Эй, что будет с камнем? Понятия не имею Они что-нибудь сказали? Порядок Ты поверил? Ну, камень В безопасность А что с ведьмой? Ничего Она в федеральной тюрьме А ты как думал? Так, хорошо Что с тобой? Ничего Отдыхаю Суббота Косил траву Вздремнул Нет, нет, нет У тебя странный голос Что-то не так Нет, клянусь Это из-за сербской цыпочки Жаклины? Она там? Нет, Жаклина Просто друг Я же говорил И потом она уехала в свою страну Там безопаснее, чем здесь Прикинь У меня новая подружка У тебя новая девушка? Да Она тебе понравится Прикольная Стой, погоди Если это панда Я вешаю трубку прямо сейчас Но он такой милый Пока, Коул Пока Невероятно Невероятно Иди сюда, обезьянка Он ревнует Да Знаю Я принёс продукты Эй Детка Папа Ты дома? Мои красавицы Мне нечем дышать Мы её задавим Ты цела? Всё хорошо? Будешь спагетти на ужин? Конечно У Джесси в семь футбол Я отвезу Что это? То, для чего нужен дом Ты моя красавица Моя красивая семья Этот парень хочет всех съесть В ролях Корин Немек Майк Хаттон Мэри Кристина Браун Джон Мак Ник Волилонга Хосе Росета Джессика Уберуага Роберт Керадин И другие Майк Хаттон Фильм переведён и озвучен Специально по заказу Creative Arts Media Редактор субтитров А.Семкин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА